Ну, а все-таки кто вы такой, а? Аз есм царь! Всем привет! Как вам весь этот цирк с Гончарком? Честно говоря, мне просто начинает это все надоедать. Почему начинает? Просто надоело. Ну, давайте по порядку, потому что любят у нас отважного отвлечь, да, и показать что-то неважное. Вот сам Гончарук говорит у нас в Верховной Раде. Я вернулся до президента Украины, вы про это уже знаете, передав ему свою заяву про відставку. Она оформлена відповідно до закону, до Конституції Украины, написана на ім'я голови Верховної Ради. И у президента я право ей внести парламент в будь-який момент. Прозвучали четкие слова. Написано, да, и оформлено согласно норм Конституции, а именно написано на ім'я голови Верховной Рады. Вот Гончарук такой интересный, он же себя юристом сам называет, да, вот юрист. Вот смотрите, вот это юрист. Он, значит, Конституцию все-таки прочитал, да, и он знает, что данное заявление нужно подавать на ім'я головы Верховной Рады. Ну, в общем-то, на Верховную Раду так написано у нас в Конституции. Но при этом передаёт на рассмотрение президенту. Такой какой-то интересный у нас юрист. То есть премьер фактически, ну, скажем так, зашкварился, да. То есть возникли вопросы о его компетентности. И подтверждая, в общем-то, свою некомпетентность, он подаёт заявление не Верховную Раду, а президенту. Ну, ладно, хорошо, с этим мы разобрались. Это некомпетентный человек. Но давайте дальше. Дальше у нас офис президента сообщает сначала о том, что, да, офис президента, ну, что президент получил заявление от Гончарука. И дальше пишет, что президент рассмотрит и примет решение. Как он рассмотрит заявление, которое ему, ну, у него нет полномочий рассматривать такие заявления. Но офис президента об этом пишет. Потом происходит вот эта вот встреча. Просто феноменальная встреча, на которой мы видим, что президент ведёт себя так, как будто он начальник для вот этого вот Гончарука. Да, это начальник, это подчинённый. Ну, это отчётливо видно. И что говорит у нас Зеленский? По-друге, я отримал от вас заяву сегодня про звільнение. Мои наступные решения я вырешил надати вам шанс. И шанс вашему уряду. Первое, что мы опять слышим, получил президент, то есть президент, будучи главой государства, топ-чиновником, топ-чиновником, одним из топ-чиновников в стране, получает от другого топ-чиновника, главы исполнительной власти, заявление об увольнении. И он его рассматривает. Ну, а Конституцию почитать нет, там есть как бы соответствующие нормы о полномочиях президента. И что такое даю шанс? Вот я же говорю, вот он начальник фактически. Мало того, что он начальник, он ещё и получается перебирает на себя полномочия Верховной Рады. Как это? Узурпация власти или как это? Я не знаю. Ну, как это можно характеризовать? Ну, в любом случае, это нарушение Конституции. Потому что президент не может исполнять функции, которые отнесены к компетенции Верховной Рады. И даёт шанс. Ну, вот я же говорю, начальник и подчинённый. Ой, и дальше у нас это вообще жесть, это Разумков. Я думал, ну вот, думал хоть у него немножечко что-то там шевелится правильное в голове, но нет. Если мы говорим о формальной стороне вопроса, о юридической стороне вопроса... Да, Дмитрий, о формальной стороне вопроса, о юридической стороне вопроса мы, в общем-то, и говорим. Причём, вот просто стало интересно, думаю, подождите, а кто там по образованию Разумков? И смотрю, он с отличием закончил университет по специальности правоведения. То есть, он тоже себя, ну, называет, видимо, юристом, да? Ну, и мы... А о какой стороне мы должны говорить? Дмитрий, о какой стороне мы должны говорить? Особенно вы, будучи тоже топ-чиновником, говоря о других двоих топ-чиновниках и о ситуации с заявлением об увольнении, вы начинаете просто, ну, городить какую-то чушь. А должны говорить юридическим языком, потому что вы госчиновник, топ причём, юрист. Премьер должен был писать заявление на Верховную Раду... Вибачите. Премьер должен был писать обязательно заявление на Верховную Раду Украины. Однако, я думаю, что это был более политический жест премьер-министра, и он обратился к президенту с такой пропозиции. Если бы президент поддерживал эту пропозицию, я думаю, что премьер-министр обратился бы до Верховной Рады с, соответственно, уже формальной заявкой про то, что он будет складывать себе повноважение. Однако, поскольку он поддерживает идеологию того, что он является членом команды президента, то именно президенту, он обратился к президенту. Информация про то, что есть заявка на голову Верховной Рады, на жаль, я ее не могу подтвердить или простить. До Верховной Ради таких заяв не накладывал. А бы ты сказал сегодня премьер в зале? Да, но когда вы спросили, то мы сказали, что такой заявки у нас на руках фактически нет. Может, он передал заявку президенту державы, однако до Верховной Рады она не отходила. Вот еще один юрист, в моих, собственно, глазах перестал быть юристом. А как должно было это быть с юридической точки зрения? Даже при условии, что Гончарук у нас подает заявление не тому, кому он должен его подать. Президент, будучи чиновником фактически, должен был бы передать данное заявление туда, куда должно. То есть, Верховную Раду. Он не имел права его рассматривать. А Гончарук, он должен был отписаться о том, что извините, ваше заявление передано Верховную Раду. Ждите новостей от них. А Разумков, я думаю, должен, опять-таки, если бы он действительно был юристом и действительно был бы, скажем так, частью государства, он бы должен был, услышав от самого Гончарука признание в том, что он подал заявление, услышав от президента заявление о том, что он получил данное заявление, он фактически должен был бы возмутиться и потребовать, а передайте-ка, пожалуйста, заявление нам, потому что это наше заявление. А если сейчас начнут потом рассказывать, что это было не заявление, это просто какое-то там предложение и вообще нет его письменного в письменном виде. Но нет же, оно есть в письменном виде. И об этом подтвердили все. Все подтвердили. Но вместо этого Разумков рассказывает о том, что вот, ну это, наверное, такой политический шаг, и вот это вот часть команды, идеология. Какая идеология? Ау, юристы, пособирались юристы. И в итоге президент, не имея полномочий, принимает решение за Верховную Раду. К чему все вот это, да? К чему все это? Вот лично я поначалу симпатизировал этой команде. Ну как, да я даже симпатизировал не команде, я симпатизировал смене власти. Потому что предыдущая вот эта вот компуха, они нас завели просто в ситуацию тотального правового беспредела. И лично я надеялся, что это закончится. Что все-таки начнут вот внедрять вот это вот верховенство права, неотвратимость наказания. Часть вторую статьи 19, я думал, наконец-то все выучат и будут действовать на основании полномочий, а не так. Но нет, как мы видим, политические какие-то воззрения и идеологическая близость становятся выше закона. Но я лично против этого. И что еще интересное, да? То есть получается вот в фейсбуке иногда там пишут, ну и вообще пишут в комментариях типа, чего вы типа пристали к Зеленскому? Он же один, а еще куча всяких там других там чиновников и депутатов. Он один не может справиться. А так вот вам пример. Вот вам пример. Он ведет себя как начальник для премьер-министра. То есть он фактически управляет исполнительной властью, да? И он берет себе, скажем так, полномочия Верховной Рады. Ну захотелось, взял себе полномочия Верховной Рады и исполнил их. То есть получается он сам собой подменяет Верховную Раду. Так а почему он один и много всех? Он и есть в общем-то не просто президент, он получается царь, царь, император, император всея Украины. Цезарь. Ну так и назову. Ави Цезарь. Вот лично я против. Если раньше, я же говорю, я симпатизировал в смене власти, потом я начал к ним относиться довольно критично. Сейчас я, ну вот, не знаю, как это называется, перехожу в оппозицию к ним. То есть с ними мы, как говорится, каши не сварим. И вот этот вот тотальный правовой беспредел, я так понимаю, продолжится и только усугубится. Все. Это хайфааааааааааааааааааа Субтитры сделал DimaTorzok